20 минут о красивой жизни, симпатичных людях и модных событиях. Это Бьюти Тайм на 31-м. Всем здравствуйте! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». В этом году фестиваль моды «Платье города» будет проходить в Челябинске в 20-й раз. По случаю юбилея организаторы готовят грандиозное шоу с участием известных дизайнеров Челябинска и Екатеринбурга. Будут, конечно, гости из Москвы и дефиле VIP-персон. Некоторые подробности подготовки в нашем следующем сюжете. За 20 лет фестиваль моды «Платье города» воспитал целое поколение дизайнеров. И именно в свой юбилейный год решил собрать всех именитых модельеров на одной площадке. Настоящий праздник красоты, стиля и моды. От специалистов высокого уровня будет представлен не как привычный всем показ, а как настоящее театральное представление. Для зрителей в театре смотреть интереснее шоу, чем классический фэшн, который в основном для специалистов. Когда одна за другой модели идут, и надо успеть рассмотреть, и не успеваешь прочувствовать вещь. Поэтому мы так основательно. Мы перебрались опять в оперный театр. И у нас даже пройдет мероприятие в день театра, 27 марта. Как-то это все символично. И в каждом показе, в каждой коллекции мы будем все прелести театра использовать. Неделя моды в Париже, допустим, в Милане и так далее, это понятно. Но тем не менее, это какая-то такая вот площадка, на которой ты смотришь, как работают твои коллеги. Ну, в городе. Кто-то лучше ориентируется, кто-то лучше. Тем не менее, в всяком случае, ты смотришь, на ком уровне ты работаешь. В этот раз своей концепцией удивляют не только организаторы фестиваля, но и его участники, которые уже давно приступили к работе над созданием весенних коллекций. Обычно я всегда шью свадебные и вечерние наряды. Все мои коллекции относятся к вечерней моде. Мода от кутюр. В этом году я решила представить коллекцию Family Loop. Это вечерние платья для мам и дочек. Роскошные пышные фатиновые платья, кружево, пайетки, бисер. Все, как я люблю. На фоне достаточно заполонивший рынок уперсайз вещей объемных, лично мне не хватает подчеркнутых изящных линий талии, щиколок оголенных, запястья. То есть хочется элегантности, нежности, вот этого вот женственности. Большинство успешных дизайнеров одежды в нашем городе работают в формате ателье, но творческая энергия часто выходит за рамки клиентских заказов, а собственное видение современной женщины оказывается представлено в виде коллекций. В рамках ателье лично мне работать крайне тесно. И создание коллекции, да, это то, к чему уже самодеятельность ателье подвела. Просто произошел уже определенный рост, и хочется, естественно, давать за рамками ателье какие-то готовые решения, капсульные коллекции. В рамках ателье невозможно вообще свои порывы никакие. Это потому что ты работаешь с клиентом, и ты делаешь то, что в первую очередь интересует его, и решаешь его проблемы. А когда ты делаешь коллекцию, тогда ты уже пытаешься выложить свое видение мира, города. В качестве хедлайнеров выступят известные российские дизайнеры, в их числе Сергей Сысоев и харизматичная Зухра Салахудин. А вечер откроет дефиле известных людей нашего города, опять же в образах от наших дизайнеров. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что помогает оставаться здоровым. Продолжаем выпуск. Занятия начинаем сразу на тренажере, разминаемся уже, соответственно, сразу здесь. Возникший как методика реабилитации «Пилатес» занял свое достойное место в индустрии фитнеса, предлагая любителям спокойных тренировок эффективные и увлекательные занятия. В России «Пилатес» больше известен как групповая тренировка, похожая на йогу и стрейчинг. Но в последние годы популярным становится «Пилатес Аллегра» – занятие на специальном тренажере-реформере. Изначально «Пилатес» разработал, конечно, саму систему тренировок на мате, потом во времена Первой мировой войны начал внедрять эти упражнения для реабилитации солдат. Сейчас, конечно, этот тренажер уже более модифицированный, но основа та же. Будучи щадящей методикой, «Пилатес» не потерял эффективности. У хорошего тренера отлежаться не получится. Нагрузка здесь может быть очень даже приличной. Почему многие модели выбирают этот вид? Потому что им не нужны какие-то там мышцы, но им именно нужен красивый силуэт, рельеф, вытянутые мышцы, удлиненные руки. Это как раз мы здесь и можем получить. Движение осуществляется за счет натяжения пружин. Мы можем подобрать нагрузку индивидуально для каждого человека. Сможем, как вот для реабилитации поставили маленькие пружины, маленькую нагрузку, сделали, допустим, там, поработали с суставами. А кто хочет, скажем, прокачаться, ну, опять же, без истевой нагрузки, мы можем просто посильнее пружины поставить, сделать другие упражнения. И он отличные и ягодичные мышцы, там, и пресс, все проработает. Среди поклонников «Пилатеса» есть и мужчины. Они также получают интенсивную нагрузку, которая позволяет оставаться в хорошей физической форме. Два мужчины, с которыми мы занимаемся на данном тренажере, им очень нравится. Они получают нагрузку достаточно хорошую. Да, у них есть небольшие ограничения по здоровью, поэтому мы здесь занимаемся. Ну, есть те, кому, конечно, ну, просто не нравится там в тренажерном зале, а здесь они как-то более лояльны. Фитнес сегодня объединяет людей разного возраста и разной физической подготовкой. Пожалуй, главная тенденция современной фитнес-индустрии – быть полезной и интересной для широкого круга людей с их потребностями и поставленными целями. От похудения и профилактики остеохондроза до выступлений на любительских соревнованиях по бодибилдингу. 15 февраля на сцене Конгресс-холла – одно из лучших шоу мира – Абба Рейюнион. Настоящие гитары Бьерна, винтажное пианино Бенни, оригинальная Фрида из знаменитой Абамании и победительница британского голоса в роли Агнеты. 15 февраля в честь Дня всех влюбленных – мировое шоу Абба Рейюнион в Конгресс-холле. Категория 6+. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. Основа творчества. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Фотографии сегодня популярны во всех своих проявлениях. Начиная от профессиональных снимков, заканчивая самыми обычными, повседневными, сделанными на камеру мобильного телефона. Что же касается современных жанров фотоискусства, многие из них стали следствием применения высоких технологий. Недавно в Челябинске открылась выставка всемирно известного аэрофотографа Максима Тарасова. На презентации побывала съемочная группа «Бьюти Тайм». Эти абстракции на первый взгляд напоминают компьютерную графику. На самом же деле это живая природа, а снимки сделаны с огромной высоты с помощью квадрокоптера. Автор выставки, аэрофотограф Максим Тарасов, сам лично рассказывает о своих работах. Самые первые фотографии, которые мне открыли, в общем-то, вот это видение, и одна из них была сделана в деревне у бабушки с дедушкой, пролетая над заросшим прудом. Я просто обратил внимание на то, что с высоты он выглядит как нечто такое космическое. И вот в тот момент я начал свой поиск, я начал искать, а что же я могу увидеть еще, находясь в небе. А что еще вокруг меня скрыто от наших глаз, но оно существует, и для того, чтобы его найти, нужно просто оторваться от земли, взлететь и посмотреть вот под другим углом. В объектив дрона попали пейзажи Исландии, Алтая и Камчатки. Однако большинство снимков сделаны у нас, на Южном Урале. Всего того, что имею художественное образование, вижу и это очень ценю. Я вижу, насколько он грамотно выстраивает композицию, я вижу, насколько у него интересны цветовые решения. Я вижу, насколько человек действительно работает, выбирает каждый кадр и готов, вот как он рассказывал, возвращаться, возвращаться на одно и то же место, чтобы выбрать лучший свет, лучший ракурс, лучшие тени. И в результате это оправдывается. Картины получаются, вот именно что картины, то есть понимаете, не просто фотографии. Его направление именно абстрактной фотографии, а не видовой, оно, в принципе, с точки зрения даже искусства, с художественной точки зрения, оно интереснее. Все-таки видовой пейзаж и поиск абстракции в пейзаже, это совсем другой уровень. И такая фотография всегда будет цениться. Фотоаппарат закреплен, собственно, вот на таком подвесе. Когда коптер включен, он гасит все колебания. И, то есть, камера, она встроенная, можно сказать, ее нельзя поменять. Вот она есть, такая, какая есть. Ну вот, четыре мотора, четыре винта, все это управляется с пульта. И к пульту подключается телефон или планшет, на котором я могу в реальном времени видеть картинку с этой камеры на расстоянии. Но, допустим, вот самая последняя техника позволяет улетать от пульта на 8 километров. На самом деле мне понравилось, что очень странно одна работа. Это вечеринских гаражей сверху на окраине. Это, вроде бы, кажется, такая простая вещь, но выглядит очень интересно. И очень красиво, можно даже вписаться в интерьер определенный. Для меня это совершенно новый вид искусства. И это, правда, что-то выходящее за грани воображения, потому что мы видим природу в определенной плоскости, а здесь новый взгляд. Максим Тарасов – фотограф, признанный во всем мире. Среди его наград – победа на международном фестивале «Дикой природы. Золотая черепаха-2017». Он также не раз оказывался в списках лучших аэрофотографов по версии журнала «Тайм» и телеканала «Сиэнэн». Уникальные виды зюраткуля и кусы попали на страницы авторитетного специализированного издания «Дронскейпс». Кстати, один экземпляр Максим подарил публичной библиотеке, на площадке которой разместилась выставка «Взгляд с высоты». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Сочетание юбки с вязаным джемпером было очень популярно в моде 70-х. Именно тогда вязаные вещи перестали ассоциироваться с лыжами, катками и походами на рыбалку. Их начали носить с элегантными брюками и юбками А-силуэта. В наши дни многие дизайнеры уверены, что такой дуэт имеет полное право на существование. Эту комбинацию настоятельно рекомендуют попробовать стилисты. Выглядит гораздо сложнее, нежели примитивный комплект с джинсами. Юбка в повторяющуюся мелкую складку сама по себе очень женственная, но в то же время базовая. Сочетать ее можно как с орнаментами, так и с однотонными моделями различной фактуры. Альтернативой юбке карандаш, узкой и слишком строгой, является модель прямого силуэта, также обладающая универсальностью. Сочетать ее можно как с приталенной водолазкой, так и с объемным джемпером, создавая эффект нарочитой мешковатости. Юбка из фатина уже давно перешла в повседневный гардероб. К ней подойдет свитер из шерсти или велюра нежного оттенка. Ворсовый пулловер с нежной пачкой способен украсить собой холодные будни. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки. Второй этаж. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Happy New Year! 15 февраля. На сцене Конгресс-холла. Одно из лучших шоу мира. Аба Реюниум. Настоящие гитары Бьерна. Винтажная пианино Бенни. Оригинальная Фрида из знаменитой Абамании. И победительница британского голоса в роли Агнеты. 15 февраля. В честь Дня всех влюбленных. Мировое шоу Аба Реюниум в Конгресс-холле. Категория 6+. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений. Предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Это Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»